Любовь Данила Павлоградская в девичестве Захарченко родилась 22 мая в 1946 году в станице Ленинградская. Несмотря на то, что она была единственным ребенком в семье, ее воспитывали в строгости и в высоких духовно-нравственных устоях. Любовь Данила родилась в семье казаков. Это очень важно для Кубани. Не пройдя по конкурсу в один из московских вузов, поступила в Ростовский техникум связи, которая успешно окончила и вернулась на работу в родную станицу Ленинградскую. Устроилась в узел связи, где работала до избрания ее председателем общества Книголюбов. К своей работе относилась очень ответственно. Любовь Даниловна вела огромную просветительскую деятельность в доме своих родителей, где она стала жить и, будучи замужем за Валерием Леонидовичем Павлоградским, открыла народную библиотеку. Здесь собрались люди, для которых знание и любовь к чтению книгам были потребностью. Любовь Даниловна превратила народную библиотеку в настоящий просветительский центр. Любовь Данилова приглашала на встречу с земляками выдающиеся деятели культуры и искусства. А именно можно выделить писателя Виктора Лихоносова, заслуженного деятеля культуры Кубани Виктора Гриотча и Захаченко, руководителя кубанского казачьего хора. Все эти люди, и не только они, оставляли свои подписи на скатерти, которые своими руками вышивала потом Любовь Данилова, который сейчас находится, как вы видите, на этих кадрах в доме музея станицы Ленинградской. В 80-х годах Любовь Даниловна имела прекрасные задатки журналиста. Устроилась на работу в редакцию районной газеты «Степные зори». Редактором местного радио входила в состав редакцию газеты. Ее передачи приобрели колоссальную популярность. Ее голос узнавали. К ней обращались с различными вопросами. Она делала передачи интересными и познавательными. Путь Любовь Даниловны Павлоградской к духовности и православию был непростым, но осознанным. Начало 90-х, разгул безнравственности, преступности. В это время я довелась быть в Западной Украине. По приглашению родственников посетила церковь. Увидев в нем много молодежи и детей, возмутилась, как это можно задурманивать юные головы опием для народа. На что дядя ей ответил, что через время у нее может изменить сомнение. Они шли домой мимо буйно разрастающихся пивных ларьков, вокруг которых не только стояли и уже лежали пьяные, обкуренные молодые люди. Родственник задал племяннице вопрос, где бы она хотела видеть своего сына и внука? В храме или здесь? Увиденное на улице потрясло Любовь Даниловну. Гораздо больше, чем то, что в храме. Она стала задумываться больше и больше читать литературу, искать ответы на непростые вопросы. Занялась исследовательской деятельностью. Ее заинтересовала и поглотила история станицы Уманской и ее святынь. Более десяти лет Любовь Даниловна Бавлоградская возглавляла паломнический центр в храме трех святителей. Возила верующих и неверующих по святым местам, надеясь на то, что кого-то это вразумит, кого-то исцелит от пагубных пристрастий. В храме трех святителей на Любовь Даниловне Павловградской держалось очень многое. Ее работа была везде, но сама она была как бы незаметной. Создавались и работали клубы молодой семьи, молодых казачек, воскресные школы для детей и взрослых. Выпускались различные листовки на разные темы. Проводили встречи с представителями духовенства, православные конференции с московскими священнослужителями. Она боролась против абортов за сохранение семейных ценностей. Побывав на первом форуме общественного движения Всероссийского родительского собрания, организованного в Екатеринбурге, она возглавляла аналогичное движение в нашем крае. Со своими соподвижниками и единомышленниками создала Краснодарскую краевую организацию Всекубанское родительское собрание с центров Станицы Ленинградской. На счету этой организации немало хороших дел, к которым она была причастна. Эта организация, созданная по ее инициативе в 2010 году, работает до сих пор. К сожалению, часто люди начинают сынить человека тогда, когда он не слышит этого, или начинают понимать, как много он значил для других. Любовь Даниловна не требовала к себе никогда никаких благ. Она жила спокойной жизнью, и этому научила своего сына и старшего внука. Ее богатством были духовность, широкий кругозор и любовь к людям. Имя Любовь Даниловны Павлоградской по-прежнему на устах у священников куманского благочиния. Кому довелось быть с ней знакомым? И прихожанам, которым она открыла светлый путь в православную веру. В номинации «Духовное имя Кубани» Любовь Даниловна Павлоградская является имя той жемчужины, которая на самом деле является тем сокровищем, хоть и по смерти, но это на самом деле ее имя было предложено в памяти наших именно соотечественников. И скажу о том, что Любовь Даниловна настолько всесторонне развитый человек, возрождение казачества, она именно не только казачество, а казачьи молодежи, а особенно женщины-казачки, это является тем светилом, и ее книга является тем светом, который дарует нам Господь. Я скажу еще о том, что Любовь Даниловна Павлоградская со мной посещала силовые структуры. Она пребывала в союз десантников России, непосредственно участвовала именно не только в духовном возрождении, в военно-патриотическом, хочу подчеркнуть именно военном, потому что все-таки казак это военное дело, и она, будучи казачкой, она касается не только тематики духовно-нравственного воспитания, но и еще и задавала тон военно-патриотического. Ее поздравили в союзе десантника России, именно непосредственно в самом городе Москве, присутствовала она именно в этом центре, общалась с руководством, и, конечно же, промыслом Божиим Господь управил, есть даже фотографии, управил так, что все-таки она и общалась, и поддерживала военно-патриотическую плату именно в станице Уманска. Вот это зерно, которое она посеяла, это зерно даст определенные всходы. Вечная память, любовь Даниловна, Царство Небесное. Аминь.